Гаршейги ган. Гаршейги ган. Как вкусно. Гаршейги вкусно. Ган усиливающее слово. Как вкусно. Гаршейги ган. Продукты у нас нарисованы, но мы с ними поработаем. Будем использовать две фразы. Манвайек. Мне нужно эсперку. В обоих случаях в латышском языке после этого идет акузатив. Мне нужно молоко. Я покупаю молоко. Ну, давайте. Начнем с самих названий, потому что тоже названия продуктов, категории продуктов, например, пиенопродукты, нам очень важны. Манвайек пиенопродуктус эсперку пиенопродуктус. Вот так будем работать. То есть мне нужны молочные продукты, я покупаю молочные продукты. Повторяем. Манвайек пиенопродуктус эсперку пиенопродуктус. Манвайек пиену эсперку пиену. Манвайек пиенопродуктус. Эсперку сиру. Свест – это масло. Манвайек пиенопродуктус. Манвайек пиенопродуктус. Эсперку пиенопродуктус. Крейумс. Обратите внимание. Крейумс – это сливки. Если мы хотим сказать сметану, то это будет скабайс крейумс. А просто крейумс – это сливки или салда из крейумс – это то же самое. Как вы понимаете, да, слово крейумс – это что-то жирное, да, сметана или сливки. Конечно, в народе, в нормальном языке, когда говорят крейумс, обычно имеют в виду сметану. Если я скажу «я покупаю сметану», эсперку крейуму, ну, большинство людей поймут, подумают, что я покупаю именно сметану. Но, в принципе, с точки зрения языка, крейумс – это, может быть, такое слово нейтральное, в том смысле, что это сливки, ну, то бишь, еще не скиши сливки, еще пока просто сливки. Конечно, как я говорю, есть слово салда из крейумс, и на пачечке будет написано именно так – салда из крейумс. Но поэтому при покупке-то вам легко. Либо салда из крейумс, либо ска байс крейумс. А вот когда говорите, ну, будьте просто внимательны. Если просто скажете крейумс, или кто-то вам говорит крейумс, существует шанс, что он имеет в виду сливки. Уточняйте. Ну, давайте скажем. Ман ваек крейуму. Эсперку крейуму. Бес пенс. Бес пенс. Вот он. Бес пенс. Видим внутри корень пенс, молоко. И бес. Бес. Бес – это такой плотный. Ты из получения плотный молоко, это? Ну, то рак. Ман ваек бешпену. Эсперку бешпену. Ман ваек кефиру. Эсперку кефиру. Львоты лаби. Так это мой сыр. Дарзени унаугли. Ман ваек карту пелюсь. Эсперку карту пелюсь. Поняли, почему окончание ус? Да, ведь это же слова во множественном числе. Смотрите. Овощи. Вот они. Они во множественном числе. Поэтому, когда мы говорим «карту пелюсь», мне нужна картушку. Ман ваек карту пелюсь. А когда они ус. Ман ваек бурканус. Эсперку бурканус. Ман ваек капостус. Эсперку капостус. Ман ваек гурчус. Эсперку гурчус. Ман ваек томатус. Эсперку томатус. Ман ваек зирньус. Эсперку зирнюс. Ман ваек салатус. Эсперку салатус. Особое внимание обратим на слово салаты. И те салаты, салат, который листовой, и тот салат, который уже приготовленный, по-латышски всегда во множественном числе. Ну, идея такая, конечно, что там же много всего, поэтому пускай будет множественное число. Запоминаем. Поэтому, если я покупаю листовую салат, я говорю, эсперку салатус. Или если я допустим готовлю салат, то это тоже будет, эс гатаву салатус. 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 Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Салатус. Салатус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Салатус. Салатус. Эсперку апельсинус. Эсперку апельсинус. Почему И, ведь окончание «С». Это одно из исключений ко второму склонению. То есть он чисто в номенативе выглядит так, как будто он принадлежит к первому. Но пускай вас не обманывает вода. Уденс. Уденс склоняется по второму. Ну, более того, в форме генетива, чьи вон нет, man нау, то же будет уденс. Таат, man ir уденс, man нау уденс, man ваега удени. Сула. Сула. Man ваега сулу, а я сперку сулу. Кафе. Man ваега кафею, а я сперку кафею. Man ваега кафею, а я сперку кафею. Man ваега кафею, а я сперку кафею. Ну, в конце концов, слово, которое вообще не склоняется. Да, иностранного происхождения, естественно, слова, которые заканчиваются нау, никак не склоняются. Man ir какао, man нау какао, man ваега кафею, а я сперку кафею. Все будут одинаковые окончания. Лимонады. Man ваега лимонади, а я сперку лимонади. Гаршвелас. Man ваега гаршвелас, а я сперку гаршвелас. Саулс. Man ваега сали, а я сперку сали. Из шоа дну изключитиње пацюпу уденц. Уденц и саулс. 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 Man ваега сали, а я сперку сали. Цукурс. Ман ваег цуккуру, а я сперку цуккуру. Ман ваег пипарус, а я сперку пипарус. Обратите внимание, что перец латишском омножственном числе. Ну, как-то даже и логичная причина, ка там много правильна, поэтому... Ман ваег пипарус, а я сперку пипарус. Ман ваег кетчупу, а я сперку кетчупу. Ман ваег еллю, а я сперку еллю. Ман ваег синепес, а я сперку синепес. Синепес это гарчика. Видим, что слово в латишском, многостено чесла, и жанска варода синепес. Ман ваег синепес, а я сперку синепес. Ман ваег маези, а я сперку маези. Ман ваег торти, а я сперку торти. Ман ваег куку, а я сперку куку. Ну, видите ли вы, большая разница между тортом и кука. Несильно. Дело в том, что торте, торте, все-таки обычное сладкое, обычно сладкое блюдо, хотя сейчас очень распространены саля с тортес. Вот они, соленые торты. Торты обычно более красиво украшены. Ну, вот прям как торт. Но с другой стороны, очень часто, когда мы покупаем, особенно вот такой кусочек торта, говорят, что это кука или куциня, куциня, куциня пирожное. Поэтому, скажем так, фактически обо всех кондитерских вот таких изделиях можно сказать кука, но не обо всех можно сказать торты. Если вы ищете более нейтральное слово, то выбирайте кука. Если слово, которое вам будет легче запомнить, то, возможно, это торты. Ман ваек торты, эсперку торты. Галя. Ман ваек галю, эсперку галю. Ман ваек зивис, эсперку зивис. Что же здесь? Зивис – это множественное число шестого склонения. Поэтому, ман ваек зивис, эсперку зивис. Ман ваек зивис.